Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сегодня республика встречает своих побратимов Делегацию Хеверской области из народной Венгрии Рекун, сервус, здравствуй Когда приезжают друзья, им стараются показать Самые важные, самые сокровенные Центральная улица, столица Чувашия, проспект Ленина Главная площадь также носит имя великого вождя А в старой части города расположен музей Владимира Ильича Ленина Эти стены слышали голос Надежды Константиновны Крупской Когда в грозном 1919 году она, по указанию Владимира Ильича Ленина Совершала поездку на гидпароходе по Волге и Каме Здесь мы видим исторический момент подписания Владимиром Ильичом Лениным Гости из Венгрии знакомятся здесь не только с историей советской Чувашии Но и с людьми, создававшими ее Вот один из них, Александр Васильевич Сомов Ветеран коммунистической партии Инициатор создания и бессменный председатель Совета музея В музее Ленина как-то особо остро Ощущаешь неразрывную связь нашего прошлого, настоящего и будущего Сбылась ленинская мечта об использовании энергетических богатств Волги Завершающая ступень Волжского каскада гидроэлектростанций Чебоксарская ГЭС По мощности, она одна могла бы заменить все станции Построенные в 20-е годы по плану Гойл-Ро Такое под силу дружных серегидростроителей В которой на равных трудится и русский, опытнейший бригадир Петр Стародубцев И Антон Лапцевич из Белоруссии И бригадир из Литвы Бронис Додонос И твои славные сыны Чувашия Юрий Пушкин, труд которого Родина дважды отметила орденами Одним в Сибири на Енисеи, другим здесь на Волге И один из самых молодых бригадиров стройки Вячеслав Гурьев, депутат Верховного Совета СССР На строительство Чебоксарской ГЭС я приехал по комсомольской путевке В 1974 году, сразу после армии Началась трудовая биография со строительства шлюзов Конечно, были трудности и радости Но главным событием в нашей жизни явился пуск шлюзов Было радостно, когда первый теплоход прошел по шлюзам И когда пустили первый агрегат Чебоксарской ГЭС А сейчас вон сколько гидроагрегатов дает ток нашей стране Строительство Чебоксарской ГЭС завершается Скоро вступят в строй все ее 18 агрегатов А у гидростроевцев новые объекты Так бригада Вячеслава Гурьева трудится на сооружении Второй очереди Заволжской газокомпрессорной станции Которая обслуживает магистральные газопроводы Уренгой-Ужгород и Уренгой-Центр В Чувашии встретились три крупные стройки дружбы Чебоксарская ГЭС Трасса уникальных сверхдальных газопроводов И трактора строй Чебоксарский завод промышленных тракторов Сегодня здесь работает уже более 20 тысяч человек Около 700 бригад Познакомимся ближе с одной из них Бригадой Аркадия Михайловского Сам бригадир, хотя и молод Но уже числится в ранге ветеранов тракторного Именно Михайловский возглавляет совет бригадиров завода Ну что можно сказать о нашей бригаде? Наша бригада дружная, нормальная Бывало раньше, соберемся у кого-нибудь Когда наши ребята вместе жили в отдельных домах Помогаем дрова рубить И по хозяйству остальные вопросы решать А на заводе наша бригада Это как одна семья Есть в семье у нас и близнецы Братья Вершинины Виктор и Слава Работают они хорошо А одна из самых главных достопримечательностей нашей бригады Это Вазиков Но не папа Который сейчас работает за станком А его сын Он трехсоттысячный житель города Чебоксары Хотим, чтобы и полумиллионный чебоксарец родился в нашей бригаде Это, конечно, шутья А на самом деле Мы бригада И этим все сказано Умелыми руками тысяч таких рабочих Как Аркадий Михайловский Создаются мощные трехсот сильные машины С маркой ЧЗПТ И не за горами время Когда из цехов завода Выйдут тракторы мощностью пятьсот И даже тысячи лошадиных сил Смотришь на этих стальных красавцев И невольно вспоминается Чувашская старинная легенда О волшебном коне Который служил доброму И мудрому богатырю Сунаю Где же могут родиться богатыри Подобные легендарному Сунаю Как не на этой земле В большой, дружной, работящей семье Где брат брату Помощь и опора Разные дороги Выбрали в жизни Братья Михайловские Один моряк Другой летчик сельхозавиации Третий партийный работник Аркадий рабочий Сестра их педагог Собрались все вместе в родном селе Янтиково Что в Яльчикском районе Помочь младшему брату Анатолию Поднять дом Славный древний обычай Неме Всем миром О нем писал Михаил Сеспель Мы всем миром Над рекой Стены возведем Солнце Щедрую рукой Озарит наш дом И не только в колхозе Победа Видны перемены По всей республике Сказывается внимание партии К развитию Нечерноземья Сто тысяч сельских жителей Чувашии Справили новоселье За одну последнюю пятилетку Это тоже село Шоршелы Родина космонавта 3 Андриана Григорьевича Николаева А по соседству Еще один новый поселок В совхозе имени 25-го съезда КПСС И не только новый поселок Но и новые дороги Новый детсад И одна из самых крупных в республике Оросительных систем Строится она передвижной Механизированной колонной Таджикистан Вот конкретные свидетельства Истинно братской дружбы Народов нашей страны Новая оросительная система Уже дает Волжскую воду Совхозным полям И помогает земледельцам Чувашского Нечерноземья Получать отменные урожаи Независимо от погоды Еще одной дружбы Председатель колхоза Ленинская искра Ядринского района Аркадий Павлович Айдак И народный поэт Чувашии Яков Гаврилович Ухсай Ему принадлежат строки Земля была мне миром, кровом И сердцем верен ей Ухсай Своих стихов горячим словом Всегда пою Тебя Мой край Этих людей Сблизила глубокая Сыновняя любовь К родной земле Общая забота о ней Сочувствие К ее болю Еще в студенческие годы Айдак Потом, когда наше хозяйство Крепло Примерно в 67-го года Мы за это дело взялись Прямо скажу вам, Яков Гаврилович Взгляд наших людей на природу изменился Стал шире Народ стал жить богаче Люди стали больше ценить красоту Защищать и охранять природу Там, где были когда-то овраги Теперь каскады прудов с рыбой И живностью в окрестных лесах Поля колхоза Ленинская искра Напоенные влагой Дают сегодня прямо-таки кубанские урожаи И зерновых, и хмеля Кстати, Чувашия Самый крупный в России поставщик Этой ценной культуры Здесь научились выращивать урожаи По 20 центнеров с гектара А убирать и сушить хмель Помогают современные агрегаты Смонтированные руками друзей Из братской Чехословакии В горячую для хлеборобов пору страды На переднем крае борьбы за урожай Вместе с тружениками полей Сотни самодеятельных артистов Концертные бригады Государственной Чувашской филармонии И всех профессиональных театров республики Жизнь актера, особенно на гастролях Это жизнь в буквальном смысле на колесах Переезды, переезды Из города в город Из села в село Говорит главный режиссер театра имени Иванова Лауреат государственной премии Чуваши Народный артист РСФСР Валерий Николаевич Яковлев Что же главное, основное в нашей связи с сельским зрителем? Уважение И еще доверие Взаимное доверие Как нам кажется, театр знает точный адрес своих спектаклей Он хорошо знает своего зрителя И зритель хорошо знает и любит своего актера Это народная артистка Советского Союза Вера Кузьмина Заслуженные артисты РСФСР Народные артисты Чувашской ССР Нина Григорьева Нина Яковлева Народный артист РСФСР Виктор Родионов И многие другие любимые актеры Чувашского народа Каждый настоящий художник Будь то артист, музыкант, поэт, композитор Стремится обрести счастливое чувство родства со своим народом Со своей землей Лейся песня долго-долго Понад Волгою рекой Хороша ты, наша Волга Славен берег твой крутой Ты купала нас при свете Разгоревшейся зари Не с того ли твои дети Погляди, богатыри Лейся песня Долго-долго Понад Волгою рекой Хороша ты, наша Волга Не найти другой такой Сто лет назад Иван Яковлевич Яковлев Открывал первые чувашские школы Помогал ему в этом Отец Ленина Илья Николаевич Ульянов Сегодня Чувашский государственный университет Носит его имя Здесь готовят педагогов Врачей Строителей Специалистов по электронике Кибернетики Робототехники Подготовка идет с учетом твоего завтрашнего дня, республика До Октябрьской революции В Чувашии было всего 25 человек С высшим образованием А сегодня Здесь более 650 кандидатов И докторов наук Вот один из них Крестьянский сын Василий Дмитриевич Дмитриев Ныне доктор исторических наук Директор научно-исследовательского института Языка, литературы, истории и экономики Ученый совет Обсуждает второй том истории Чувашии Который готовится к изданию В нем особое внимание Будет уделено Роли женщин-труженицы Помните Усеспили Кто рождался Чтоб встречаться с горем и нуждою Кто же туч зловещих Столько видел над собой Кто до времени был сгорблен От недоли тяжкой Кто не видел счастья Кто же Кто как не Чувашка Познакомься с одной из твоих дочерей Чуваши Евгения Алексеевна Беликова Заместитель директора и главный агроном Проще говоря, хозяйка Тепличного комбината совхоза Альдеевский В настоящее время в совхозе более 500 человек работающих Поскольку предприятие высоко оснащенное Технически требуется квалифицированный кадр Для обслуживания всего этого оборудования У нас свыше 30 человек с высшим образованием В одном совхозе Людей с высшим образованием Больше чем во всей дореволюционной Чувашии Чтобы перенять опыт работы Чтобы не повторить ошибок Мы, конечно, общались С соседними республиками Областями, где имеется подобное хозяйство Дружба, постоянное общение Тесный контакт с учеными Городов Москвы и Ленинграда Помогли нам освоить это сложное производство Мир, я светлее, не знаю цели Ему, когда-то в бой идя Я присягнул у колыбели В которой спит мое дитя Священная память великой борьбы И великой дружбы Всех народов нашей советской отчизны Помнит Николай Александрович Королев Герой социалистического труда Как его, обессилевшего По дороге жизни вывезли из блокадного Ленинграда Здесь, на гостеприимной чувашской земле Нашел он свое рабочее и семейное счастье После войны на Чебоксарском электроаппаратном заводе Судьба свела его с наследником Чапая Героем Советского Союза Федотом Никитичем Орловым Два героя, два друга Русский и Чуваш Недаром Чувашия Зовут тебя краем ста тысяч песен С песней дружат и столица И самый отдаленный уголок республики Прав был поэт, сказавший Неразделимый труд и песня В душе народа моего Есть много у тебя, сестер прекрасных Мы всех твоих друзей не перечнем В семье единой, в путни и в праздник Чувашия тебя мы узнаем В семье единой, в путни и в праздник Чувашия тебя мы узнаем Здравствуй, Чувашия, здравствуй Субтитры подогнал «Симон»